Следователи Челябинска выясняют причины конфликта на Успенском кладбище. Там расстреляли двух человек. Очевидцы предполагают, что это была вооруженная разборка. На месте чипа побывал наш корреспондент Алия Ирхадина. Алия, вам слово. Да, Андрей, территорию главного входа в Успенское кладбище оцеплено. Здесь работают криминалисты и следователи Следственного комитета. По словам очевидцев, выстрелы раздались в 11-м часу утра. Все подъезды к кладбищу также оцеплены. Также, по словам свидетелей, неизвестные открыли огонь из мимо проезжающего автомобиля. Я услышал, у меня бревок сработал, сигнализация от машины. Вышел, подхожу к машине. Ну, прежде чем подойти, вижу, гильзы лежат. И два человека там. Вот. Ну и машину осмотрел, что попали в нее, не попали. Двое мужчин получили смертельные травмы и скончались на месте. По сообщениям очевидцев, неизвестные открыли огонь из иномарки Toyota Camry с адским номером 36-ки. В Челябинске ввели план перехват. Машина объявлена в розыск. Ну, видеть-то всего я не видел, я только слышал, я в будке находился. То есть, услышал выстрелы, ну, хлопки. Ну, вышел на улицу, и тут уже один лежал, и второй там недалеко лежал. Как бы народ тут по телефону звонил. Ну, они с утра кого-то ждали, стояли. Как бы это они утром приехали. На месте расстрела криминалиста нашли 9 гильз. Очевидцы сообщают, что следователи обнаружили на теле одного из убитых 4 раны, а у второго одну. Личности погибших установили. После инцидента здесь побывала жена одного из убитых мужчин. Сообщается, что у них осталось трое детей. Младшему нет и года. Жена здесь сюда только, по-моему, подъехала. Уже после? Да. А вы? Мы вот приехали, когда узнали. То есть он здесь был по делам? Ну, наверное, не знал. Директор Успенского кладбища рассказал, что знал погибших. Якобы они работали в частной структуре, связанной с похоронным бизнесом. В здании администрации кладбища у них был свой кабинет. Поэтому пришлось дверь ломать кувалдой, чтобы проникнуть внутрь. Одна из версий конфликта со стрельбой – предел похоронного бизнеса. Сообщается, что буквально вчера погибшие зарегистрировали ИП. На территории Успенского кладбища в Курчатовском районе областного центра были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. По данному факту, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации – убийство двух лиц. Сейчас оперативные действия продолжаются. Служители закона выясняют личности стрелков. Предположительно, в машине было несколько человек.